Григорий Неделька. Совсем не смешно. Передача уже подходила к концу, когда разъехались двери и в студии появилось четыре молодца в униформе. Высокие, широкоплечие, мускулистые, они носили на поезде лучевое оружие. Двое оперов блокировали обычные запасной выходы, а еще два слева и справа подступили к Смайлу. Ведущий программы «Разрешенное веселье» не сомневался в своей защищенности. Святослав Смайл Лавецкий, звезда экрана, знаменитый комик с вечной улыбкой, богатый любимый сверхов и низов, оказался невероятно удивлен. Получивший от правителя российского сотрудничества карт-бланш на юмор и оплативший любую возможную смеховую страховку на годы вперед, он не понимал, что происходит. С возникновением в зале четырех черных безмолвных силуэтов среди зрителей воцарилась тишина. По ту сторону телеэфира люди неотрывно глядели в плоские мониторы, оценивая неожиданный ход сценаристов, по-своему истолковывая его и предвкушая концовку. Однако сценаристы не имели отношения к этому крутому повороту. Они, в отличие от многомиллионной аудитории, понимали – творится что-то настоящее, странное и совсем не смешное. И хотя никто еще не произнес ни слова, словно бы софиты померкли и будто веселые голограммы растеряли весь свой блеск и всякий позитив. Человек с микрофоном старался не выдать волнения, но его взгляд, скользящий от одного оперативника к другому, говорил более чем красноречиво. И нелегкомысленная прическа брюнета-комика, не синий пиджак – это яркое пятно прямой субботней трансляции, не обвыражительная, никогда не сходящая с лица легендарная улыбка не улучшали положение. Он знал, что пришли за ним. Оставалось лишь выяснить, почему. И неужели такое возможно? Внезапно закончил играть оркестр, и музыканты аккуратно, тихо, осторожно сложили инструменты. К Смайлу прошествовал маленький лысый человечек в сером костюме, некая личность, невзрачность которой доведена до абсолюта. Но все равно от карлика веяло невысказанными эмоциями, тем самыми, что вводили в страх население огромного, многочастного государства. Человек встал возле Смайла и устремил на того безразличные глаза. «Кажется, Смайл, слегка похрипывая на гласных, произнес визитер, ты и дошутился». «Но…» – от волнения комик начал заикаться. «Но мне дан зеленый свет…» «Был дан…» – ты перегнул палку, когда выдал «ту остроту». Смайлу очень не понравилось ударение на слове «ту». «Я ничего такого…» «Возражения мы послушаем в другом месте…» Оперативники взяли ведущего под руки. «Компетентные органы дали нам сигнал сразу же после шутки об Эларионе Всеволодовиче», – сухо пояснил человечек в сером. «Президент не стал возражать. Захочешь – попробуй опротестовать решение». Судя по интонации, а точнее по отсутствию оной, Смайлу не стоило и пытаться. Потому что многие пытались, но… бесполезно. Государственная машина работала слишком хорошо. Под изумленное молчание публики Святослава повели к выходу. «Кажется, настало чье-то время лить слезы в камере грусти». Смайл обернулся на ходу, всматриваясь в лица пришедших на его программу людей. Студию наполнило чувство запрещенного сострадания к преступникам юмора. Гости скрывали истинные мысли, насколько хватало сил и умения. «Улыбайтесь, господа», – бросил Смайл, продвигаясь между рядами красных кресел мимо молчаливых фигур. «Улыбайтесь», – исчез в темном прямоугольнике выхода. За ним последовали серый человечек и двойка оперов, к кому вскоре присоединились и оставшиеся вершители порядка. Несколько секунд в студии ничего не происходило, и вдруг на сцену выскочил организатор шоу. «Приносим извинения за доставленные неудобства», – волнуясь, – выпалил он. «Деньги можно вернуть в кассах с четвертой по шестую, а на последующих эфирах в качестве ведущего выступит более достойный гражданин». Закончив с дежурными фразами, организатор вытер испарину на лысине белым платком, скомкал тот, сунул в карман и поспешно покинул сцену. Смайла заменил Кир Улыбкин, давно и не очень успешно конкурировавший с ним. Бывшего ведущего осудили на 20 лет исправительной грусти без права отмены и смягчения приговора. А месяцем позже смех прибавил в цене на 10%, установив очередной промежуточный рекорд в 2267 году. Шуточки, знаете ли, слишком дорого стоят в высокоорганизованном настоящем.